Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава первой книги царей или царств для библейского портала экзегет читаю свой перевод с небольшими комментариями У нас продолжается история бегства Давида от Саула нового царя от старого царя царя, который фактически уже принял на себя царскую роль в битве с Голиафом, в тех войнах, которые он ведет и который, тем не менее, еще ничего не делает, чтобы захватить престол оставляя это все на будущее когда закончится жизнь Саула, он станет царем а пока он терпит все то, что Саул с ним делает но не дает ему себя убить Итак, вот прошлая глава закончилась на том, что Давид вместе с Самуилом живет в местечке под названием Найот около Рамы туда приходит Саул, но Господь насылает на него некий дух пророчества и Саул в экстатическом безумном состоянии там остается а Давиду что? Только бежать ну, либо убить его там, чего он никоим образом не хочет делать либо бежать Давид бежал из Найот около Рамы, пришел к Юнатану, сыну Саула и спросил что же я сделал, в чем виноват, чем согрешил против твоего отца, что он хочет убить меня и тот ответил, ни за что ты не умрешь не делает мой отец ничего важного или обыденного, не известив об этом меня так неужто отец станет скрывать от меня такое дело, не бывает тому но Давид с клятвой, то есть в особой такой торжественно убедительной форме возражал ему Давид знает отец твой, что ты благоволишь ко мне вот и решит он, что лучше тебе не знать того и не расстраиваться жив Господь и жива твоя душа, я на один шаг от смерти Юнатан отвечал Давиду, чего не пожелает душа твоя, сделаю для тебя Давид попросил Юнатану, завтра праздник Новолуния, я должен сидеть за одним столом с царем позволь мне уйти и спрятаться в поле до вечера третьего дня если станет меня разыскивать отец твой, скажи ему так Давид отпросился у меня, чтобы сходить в город свой, в Ифрием и бы там у всей его родни назначено жертвоприношение ну то есть праздник Новолуния, начало месяца у них было праздничным днем появление новой луны и все приносят жертву и пируют за столом соответственно Давид, поскольку его же никто не прогонял его Саул периодически хочет убить, но он его при дворе держит он должен тоже там присутствовать соответственно вот надо посмотреть, как царь проегирует на отсутствие Давида если скажет, что на это хорошо, значит благополучен раб твой а если он рассердится, то значит, что беда грозит мне от него то есть Давид не спешит оказаться за одним столом с Саулом потому что понимает, что его скорее всего бьют но ищет последний шанс, может быть Саул все-таки как-то по-доброму себя проявит поступи же верно с рабом твоим, ведь ты вступил с рабом твоим в союз пред Господом если есть на мне какая вина, то казни меня сам, зачем тебе вести меня к отцу твоему ответил Юнатан, не бывать тому, если только узнаешь, что нависла над тобой угроза от отца моего неужели не извещу тебя? спросил Давид Юнатана, но кто же даст мне знать, если ответ твоего отца окажется грозным понятно, что если Юнатан придет и скажет все хорошо, то и все хорошо а если Юнатан придет и скажет все плохо, он наведет на Давида преследователей нельзя говорить все плохо напрямую Юнатан ответил Давиду, давай выйдем в поле когда они вдвоем вышли в поле, Юнатан сказал Давиду очевидно, даже там они боятся, что кто-то их подслушает вот выходит абсолютно пустое пространство Юнатан сказал Давиду, Господь Бог Израилев свидетель вот Юнатан тоже говорит на языке Давида все, что происходит, происходит перед Богом обратим внимание, что Библия не рисует портрет идеальных людей Давид не идеален она рисует портреты людей, которые либо доверяют Богу которые либо строят свою жизнь помня о Боге, не всегда по его заповедям не всегда успешно, но помнят о нем и про людей вроде Саула, которые действуют в общем исходя из своих каких-то расчетов, представлений а часто просто вспышек гнева вот Саул, который начинал довольно успешно все больше и больше становится рабом своих страстей а чем отличаются Юнатан и Давид? да в общем ровно одним, тем, что они хотя бы о Боге помнят Господь Бог Израилев свидетель, что завтра к этому времени или послезавтра я все вызваю отца моего и если благосклонен он к Давиду неужто не пошлю к тебе, чтобы возвестить об этом когда же замышляет мой отец зло против тебя пусть так-то и накажет Господь Юнатана и так-то добавит, если не извещу тотчас тебя чтобы ты бежал безопасно да будет с тобой Господь так, как он был с отцом моим Юнатан прекрасно понимает, что произошло Саул, его отец, больше не угоден Богу и другой человек всеми силами боролся бы за престол своего отца, ведь он следующий но Юнатан понимает, что есть правда Божия, которая выше всего этого и есть привязанность людская они друзья с Давидом и он не предает друга, даже если это ему ущерб да будет с тобой Господь, как он был с отцом моим и пока я жив, ты поступай со мной верно пред Господом а если умру вовек, не лишая своего покровительства, мой дом даже когда Господь сотрет с лица земли врагов Давида то есть Юнатан понимает, что вот приняв, условно говоря, сторону Бога да, он тем самым может просить о покровительстве вот смотрите, наследник нынешнего царя договаривается со следующим царем который не из той же династии и он говорит, я вижу, что Бог с тобой я не дам тебя убить, хотя это было бы очень выгодно для меня да, но и ты не забудь про меня, не забудь про мой дом про мое потомство, да, то есть он заключает мир вот удивительный пример, как в мире, где люди резали друг друга зачастую как мы режем помидорчики на салат вот эти два человека договариваются о чем-то совсем другом и договариваются перед Богом так заключил Юнатан союз со всем домом Давида дабы взыскал Господь со всех врагов Давида и заставил Юнатан Давида вновь поклясться любовью, что была между ними ибо любил он его как собственную душу вот тоже очень необычные глубокие слова про дружбу да, что и потом Давид об этом скажет что любовь Юнатана была для него выше любви женской то есть бывают такие крепкие отношения между друзьями что они становятся самыми близкими людьми на свете Юнатан фактически идет против своего отца итак, а как же он подаст знак? а вот, Юнатан сказал, завтра праздник Новолуния и тебя хватится, ведь место твое останется пустым послезавтра приходи как можно скорее к месту, где ты скрывался прежде и спрячься за скалой Азель а я пущу в ту сторону три стрелы, словно упражняясь в стрельбе потом я пошлю отрока, ну, своего слуга-оруженосца найти стрелы если я крикну отрока, да вот же стрелы, позади тебя подбери их то есть иди ко мне ближе, тогда возвращайся себе с миром ничто тебе не угрожает, жив Господь но если я крикну юноше, стрелы там, впереди, да, то есть прочь-прочь то ступай, Господь отпускает тебя и о чем мы тут говорили с тобой, только Господь свидетель тому навеки и Давид спрятался в поле ну, понятно царевич выходит пострелять из лука для, так сказать, упражнения, для мациона некий юноша будет ему стрелы подбирать, вот давая команды юноше, куда бежать он тем самым дает сведения Давиду когда настало новолуние, царь сел за праздничный стол царь сидел на своем месте у стены, как бывало и прежде Юнатан был напротив, а Авнер сидел подле Саула Авнер это его военачальник но пустовало место Давиду, тоже где-то рядом, свое место было ничего не сказал Саул в тот день, рассуждая так верно, случилось с ним что-то, и он сегодня нечист, так и есть нечист но ритуальная нечистота, если что-то происходило с человеком он касался чего-то нечистого, какие-то истечения из тела это его лишало возможности участвовать в этот день в ритуальных действиях, в том числе в трапезе праздничной но это можно было вечером омыться и стать чистым наступило второй день новолуния, место Давида пустовало Саул спросил у сына своего Юнатана отчего это сын Ишиан явился к столу ни вчера, ни сегодня Юнатан ответил Саулу, Давид отпросился у меня сходить в Ифлием он сказал, позволь мне пойти, ведь у нас в городе родовое жертвоприношение и брат велел мне явиться, если тебе угодно, позволь мне повидаться с братьями вот отчего он явился к царскому столу то есть, смотрите, предлог абсолютно невинный семейное торжество Давид же из Ифлиема, он говорит, я пойду к своим родным там на праздник и тест какой для Саула примет ли он абсолютно невинный и такой вполне уважаемый предлог как нормальный или или нет да, то есть а что это значит? ну почему такая мелочность, в конце концов отпросился от участия в мероприятии обязательно его отпустили или не отпустили да нет, это очень важный вопрос и в Библии мы все время это встречаем что у человека есть право на частную жизнь если Саул признает за Давидом право на частную жизнь право пойти повидаться с семьей и поучаствовать в семейном торжестве значит Саул видит в нем человека если Саул такого за ним не признает значит он видит в нем что угодно, но не личность видит в нем полезную функцию воюет хорошо видит в нем потенциальную угрозу займет мой престол и тогда это опасность с большим гневом отвечал Саул Юнатану ты сын строптивой негодницы это так он про свою жену, мать Юнатану разве не знаю, что сошелся ты с сыном Иша себе на стыд и на позор родной матери пока только живет на земле сын Иша и не стоя твердо ни тебе, ни твоему царству так что пошли за ним, пусть приведут его ко мне его ждет казнь да, ничего так за отсутствие на мероприятии за то, что Давид не вписался в мельчайшую вот какую-то подробность Сауловой жизни вот его распорядка, его планов вот часто люди, особенно люди при власти при должности, они хотят, чтобы другие люди были кирпичиками в их конструкторе выстраивались как им надо а если нет, то казнь прямо так вот сразу так ответил Юнатан Саула отцу своему, за что убивать его, что он сделал а Саул метнул в него копье, чтобы его сразить ну то есть Саул уже просто не сдерживает своего гнева вообще никогда своего сына готов убить история, как правитель убивает своего сына к сожалению, повторяется периодически и понял Юнатан, что от его отца точно грозит Давиду смерть Юнатан поднялся от стола в великом гневе не ел ничего во второй день на Волонии из-за печали о друге своем Давиде из-за обиды от отца своего еще бы на следующее утро Юнатан ушел в поле на встречу с Давидом при нем был юный отрок он сказал, отрок, уступай будешь подбирать стрелы, которые я буду пускать отрок побежал Юнатан выстрелил цели спереди него отрок побежал к месту на которое упала стрела Юнатана закричал ему вслед Юнатан вот же стрела, впереди тебя и добавил вслед Юнатан скорей беги, немедленно да, он подает этот условный сигнал и добавляет еще от себя немедленно беги отрок Юнатана собрал стрелы вернулся к господину своему отрок и не знал ничего только Юнатан и Давид знали в чем дело Юнатан отдал оружие отроку которое было при нем и велел отнести его в город и дальше очень трогательный эпизод Юнатан подал сигнал Давиду Давид все понял, может бежать но они же друзья они не могут просто разойтись один подал сигнал, другой принял когда отрок ушел Давид вышел с южной стороны пал лицом на землю поклонившись три раза он его чтит как царевича они расцеловались оба не рыдали но Давид рыдал сильнее еще бы у него вся его жизнь пропала он теперь беглец он изгнанник он тот за кем охотится царь и сказал Юнатан Давиду поступай с миру о чем клялись мы именем Господа да будет в том Господь порукой мне и тебе потомство моему и потомству твоему вовеки Давид отправился в путь а Юнатан вернулся в город начинается история странствий Давида следующие несколько глав мы будем читать как раз про нее TF3 Зад fired Субтитры субтитр Субтитры 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 подогнали Симон Cambлю и текст Laura